Добрый вечер, в эфире Весик Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня в Карачаево-Черкесии два новых назначения. Приказом министра финансов России Антона Силуанова на должность руководителя управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии назначен Советник Государственной гражданской службы России первого класса Расул Тикеев. А приказом 1032 председателя фонда пенсионного и социального страхования России Сергея Черкова на должность управляющего отделения социального фонда России по Карачаево-Черкесии назначен Аслан Озов. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин представил главе Рашиду Тимрезову нового руководителя управления ФНС по Карачаево-Черкесии. Дмитрий Станиславович охарактеризовал Расула Тикеева как грамотного и профессионального специалиста, который работает в системе налоговых органов Карачаево-Черкесии с 2000 года. Он выразил уверенность, что новый руководитель сможет реализовать все поставленные задачи, связанные с налоговым административанием, и применить лучшие практики, современные подходы, которые сейчас внедряются в Федеральной налоговой службе. От того, как работает Федеральная налоговая служба на территории, в данном случае, Карачаево-Черкесской республики, зависит, конечно, очень многое. Это и поступление в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. Тем более, те новые введения, которые последние годы, на протяжении последних лет, которые Федеральная налоговая служба Российской Федерации применяет, новые практики, стало больше, конечно, там и цифровизации. Мы так, в принципе, видим и чувствуем, что от этого поступление в бюджет увеличивается. И та слаженная работа, которая есть между субъектом Российской Федерации и Федеральной налоговой службы, она, конечно, позволяет нам и прогнозировать при принятии бюджета, и с теми темпами роста, которые мы сегодня видим. Конечно же, это и работа органов всех ветвей власти, в том числе и законодательной власти, и исполнительной, и муниципальной, когда растет инвестиционная привлекательность субъекта. Конечно, здесь роль Федеральной налоговой службы очень важна, и мы ее видим. В первую очередь, налоги – это пополнение республиканского бюджета, федерального бюджета. И я уверен, что Рассул Тубич, Вазглавев Управление, Федеральная налоговая служба по Крачево-Черкесии сможет реализовать все задачи, все принципы, методы, которые используются в Федеральной налоговой службе, и практики лучшие, связанные и с цифровизацией, и с применением риска-ориентированного подхода в отраслях. Понимаем, что налоговое администрирование – это вещь существенная, которая не просто влияет на экономику региона, а, собственно, способствует ее развитию при грамотном использовании тех полномочий, которые предоставлены Федеральной налоговой службы. Сегодня в ходе двухсторонней встречи глава Крачево-Черкесии Рашид Емрезов поздравил Аслана Озова с ответственным назначением. Глава региона отметил опыт и профессионализм нового руководителя в вопросах социальной поддержки граждан в качестве руководителя Фонда социального страхования по республике. Сегодня мы встретились с вами по поводу состоявшегося приказа председателя Фонда пенсионного социального страхования Российской Федерации Сергея Александровича Черкова о вашем назначении на должность уже объединенного фонда. Две структуры трелись в одну такую достаточно очень серьезную, мощную структуру. Хочу подчеркнуть ваш опыт в этом направлении. Уверен, что все те нововведения и новшества, и то, что наш президент принимает решение и о повышении социальных выплат, и о увеличении той категории граждан и семей с детьми, и, конечно, индексации пенсии. Я думаю, что это будет под вашим личным контролем. Я уверен, что вы, как и прежде, с этой работой будете справляться. Спасибо. Я постараюсь ваше доверие оправдать. Как вы сказали, все, что связано с жителями нашей республики, со всеми выплатами, будут производиться вовремя, в полном объеме. Я вам даю слово. Накануне в Великом Новгороде глава Крачева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в расширенном заседании Президиума Государственного Совета, которое провел президент России Владимир Путин. Заседание было посвящено развитию рынка труда в Российской Федерации. Ключевой задачей формирования современного рынка труда Владимир Путин назвал создание возможностей для молодежи получать передовые навыки, трудиться в перспективных секторах, а бизнес, в свою очередь, мог бы привлекать квалифицированные кадры, решая задачи компании, экономики регионов и страны в целом. На трудоустройстве молодежи глава государства поручил сконцентрировать дополнительные усилия. Определены 15 лауреатов всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В 19-й гимназии в торжественной обстановке подвели итоги первого тура конкурса «Учитель-профессионал», который состоял из методической мастерской и открытого урока. Жюри объявило имена 15 лучших учителей, теперь допущенные ко второму очному туру «Учитель-наставник». В списке лауреатов и учителя абазинского языка и родной литературы Ида Дахчукова, представляющая нашу республику. Со словами благодарности и наилучшими пожеланиями к участникам конкурса обратилась министр образования и науки Горачаева Черкесии Инна Кравченко. В год педагога и наставника, уважаемые коллеги, я хочу пожелать каждому из вас творческого вдохновения, новых профессиональных побед и достижений, благодарных учеников и родителей. И не важно, кто победит в этом конкурсе, для нас вы все победители и все волшебники. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Дню будут порывы до 11-14. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днём 23-28 градусов тепла и местами до плюс 19. В южных районах местами высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём будут порывы до 14, температура ночью 10-12, а днём 24-26 градусов тепла. Росфонд помогает в сборе средств на лечение детей. В списке теперь и житель микрорайона Московский Даниил Гордиенко. Стоимость лечения 241 тысячи рублей. Практически вся сумма уже собрана. Не хватает 19 тысяч рублей. Именно эту сумму Росфонд просит помочь собрать жителям Карачаева-Черкесии. Подробности у Али Баташева. Моя нечета быть машинистом. Молодец. Что тебе для этого нужно? Ходить. Даниилу Гордиенко 14 лет. Он учится в 7-м классе в школе-интернате микрорайона Московский. Как и большинство детей, он любит гулять, играть в компьютерные игры, ездить на поезде, посещать новые места, но не может это сделать без посторонней помощи. Из-за диагноза детский церебральный паралич, Даниил с раннего детства проходит восстановительное лечение в разных медучреждениях страны. Когда ребенок маленький, он начинает прыгать. Он любит прыгать, он любит скакать. То же самое любил делать Даниил. Мне ужасно болели руки. И в какой-то момент мне мама сказала, Надя, понимаешь, говорит, теперь ты его руки и ты его ноги. Это у меня, мое сознание, как бы вообще перевернуло, скажем так. Потому что, да, я поняла, что куда я его приведу, там он и окажется. Куда я смогу с ним дойти, там он и будет. Позади у Даниила и его мамы множество больниц и реабилитационных центров. Казань, Тула, Петербург, Москва и другие. В этой терапии массаж и другие современные методы лечения отнимают много сил и средств, но дают результат, говорит Надежда. Самое главное, что всегда, пусть минимальный положительный результат или наоборот какой-то прогресс дается. И это тоже дополнительно вливает силы. Вливает силы, как он улыбается, как он делает шаги, как он придумывает какие-то истории для себя, новые слова говорит, играет в новые игры на планшете, делает что-то самостоятельно, какие-то делает умозаключения. И ты видишь, что ребенок растет, развивается. Даниилу требуется пройти восстановительное лечение в Институте медицинских технологий в Москве. Для этого нужны деньги. Работает отец, подрабатывает мама. Мы все стараемся ради него. Но когда сумма лечения идет за две недели от 250 тысяч и выше, то ребенку это лечение нужно по 3-4 раза в год. Это действительно крайне тяжело собрать. И помощь надеешься только на тех, у кого есть средства, у кого доброе сердце, кто готов помогать таким деткам. Стоимость лечения 241 тысяча рублей. Для помощи Даниилу отправьте на короткий номер 5542 СМС-сообщение со словом «Дети» и любую сумму. Например, «Дети 100». Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Профилактические мероприятия с учащимися образовательных учреждений Карачаева, Черкесия автоинспекторы республики проводят регулярно. В школах Зеленчукского района полицейские частые гости. Вот и теперь они посетили одну из организаций, чтобы принять младших школьников в состав юных инспекторов движения. Подробности в сюжете корреспондента Артура МХЦ. В актуам зали одной из школ станицы Зеленчукской проходит традиционная лекция о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи проезжей части. Почти все места заняты учениками начальных классов, которые в большинстве своем хорошо знают теорию. О чем представитель межмуниципального отдела МВД Зеленчукский Елена Иваниди еще раз убеждается, когда юные зрители, перебивая друг друга, дают верные ответы. После того, как все задачи викторины решены, наступает время торжественной церемонии принятия пополнения в состав юных инспекторов движения. Ребята с радостью получают награды за знания от старших школьников. За каждым дошкольным и общеобразовательным учреждением на территории Зеленчукского и Урубского районов у нас закреплены сотрудники госавтоинспекции, которые на постоянной основе с детками проводят разные профилактические беседы, где они могут проходить как в игровой, как в викторины, также лекции, в которых участвуют педагоги, также родители, где деткам в игровой форме доводится соблюдение правил безопасности дорожного движения при переходе проезжей части. Теория – ничто без наглядных примеров. Такими можно считать в том числе занятия в точке роста. У школьников есть возможность не только прочитать интересующие нюансы правил, но и усвоить их с помощью видеороликов. Думается, подобный формат уроков по безопасности дорожного движения учащимся куда ближе и интересней, чем лекции. Впрочем, каждое правило должно подкрепляться не только красивыми картинками, но и знаниями, которые потом необходимо применять на практике. В качестве наставников к малышам периодически приходят старшие ученики из класса волонтёров. Мой отряд 9-й Б-класс является волонтёрами отряда «Не дня без доброго дела». Мы также представляем отряд ЮЭД, который проводит пяти минутки с детьми начальной школы. Для этого мы делаем макеты пешеходного перехода, где дети учатся правильно переходить, помогают им, говорят о правилах, о знаках дорожного движения. Такие занятия в школе очень нужны, потому что многие дети не знают, как правильно переходить дорогу, как вообще вести себя на дороге, чтобы быть в безопасности. Поэтому мы проводим такие уроки и для нас, для старших классов тоже сотрудники ГБДД приходят и тоже рассказывают как бы правила дорожного движения. В последнее время несчастных случаев, к сожалению, увеличивается, потому что многие дети не знают о правилах движения, не знают о том, как вести себя на дороге правильно. Поэтому рассказывать им об этом – это нужно, и я считаю, что это обязательно, тем более для детей начальных классов. Разумеется, большое внимание стражи порядка стараются уделять закреплению полученной школьниками информации. Ученики правильно переходят дорогу, не создавая аварийной ситуации. Рисуют информационные таблички, которые, возможно, кому-то спасут жизнь. Кроме того, ребята в сопровождении автоинспекторов раздают водителям памятки. «Водитель, не спеши, пешехода пропусти. Водитель, не уступи дорогу пешехода, соблюдай правила дорожного движения». Такие мероприятия давно стали привычными для автомобилистов, а потому они воспринимают юных инспекторов с улыбкой на лице и благодарят их за напоминание о необходимости соблюдения элементарных правил безопасного поведения на дороге. Артур Махцем, Мухаммед Ташибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка, все вместе». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова